Сегодня сусветный день бородьбы супрац диабету. Его мета повысить узровень информованности насильства об этом захворывании и связанных с ним ускладнениях. Сейчас в Беларуси на цукровый диабет хворяют около 320 тысяч человек и с каждым годом лишь бы расти. Наш корреспондент Марина Джалая побывала в Гомельском областном эндокринологическом диспансере. Эндокринологи кажут, что диабет – это не хвороба, а ладжиття. Соправдой, залог комфортного стану пациента – выконание не только медицинских назначений. Диабет бывает трех типов – инсулино-залежный, инсулино-незалежный и диабет тяжарных. Первый возникает за недостаткового створения уластного инсулина. Развивается первоважно у детей и подлетков. Пришим, у апошния годы диабет у сетчастей выявляется у детей дошкольного взрослого. Им необходимы штуденные уколы инсулину и особливый ладжиття. Мы должны мотивировать пациента, мотивировать его родителей максимально научиться управлять этим заболеванием. Возможности для этого есть достаточно. То есть дети обеспечены все инсулинами современными, обеспечены средствами введения инсулина. Специальные шприцы-ручки удобные, которые позволяют сделать инъекцию в школе, сделать где-то в поездке инъекцию инсулина. И средства самоконтроля. В первую очередь это контроль. То есть глюкометры, это полоски, все это они получают. И основное это, конечно, чтобы все это использовалось и чтобы все это применялось в жизни. На улику о эндокринологическом диспансере, по информации на початок года, находилось около 400 маленьких же хоров Гомельской области, что год регистрируется 60-70 новых выпадков. Диабет другого типа выявляется у людей во взрослении 45-50 годов. Больше 60 выпадков приходится на женщин. Это тлумачивается у тем лику и большей протягностью життя опошних. На развитие диабета этого типа шмат учим уплывая неправильный лад життя, который приводит до заявления лишней ваги. Так само среди факторов риска – спадшинная схильность. И когда диабет первого типа – это незворотный процесс, то пациенты с другим типом устанут полепшить якость своего життя, когда будут выполнять основные правила. В первую очередь это снижение ваги и физическая активность.